Здравствуйте, уважаемые зрители! Вчера я на своем канале выпустил ролик, где сообщил вам, что известный российский журналист заявил, что Крокус-Сити могли атаковать армянские радикалы. И вот я тут собрал всю информацию, кто причастен вообще к этому теракту. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Это белорусское издание. Российские силовики рассказали, почему террористам удалось спорваться границы с Белоруссией. Очень странно. У многих сейчас в интернете задают вопрос, как террористы на этом белом Рено могли выехать спокойно из Москвы и доехать почти до Брянска. Там недалеко Белоруссия и Украина. Все в шоке. Мол, как это так? Почему эти силовики пропустили этих террористов? Вот что здесь пишут. Странное оправдание. Источники сайта РБК утверждают, что российские силовики специально не задерживали террористов из Крокуса, чтобы они привели их к организаторам. Собеседники журналистов рассказали, что нападавшие имели стрелковую подготовку, так как ввели огонь одиночными выстрелами, либо короткими очередями. А время стрельбы передвигались профессионально. Так. И вот сами боевики, в общем, там все поняли, что это были профессионалы. Но вот этих на фотографии, которых задержали, они не похожи на профессионалов. Похоже, тут какая-то подстава была, что им дали выехать, а потом их специально еще и подставили. Там было человек 15, не меньше их, а задержали только вот четверых. Вы там на фотографии видите. Один источник отдельно подчеркнули, что боевики якобы все время отслеживали, спецслужбы отслеживали. Силовики продолжают утверждать, что те ехали по трассе М3 в сторону Брянской области. Заявляется, что им специально дали уйти, так как важно было понять маршрут движения террористов и установить организаторов теракта. Я тоже не понял, как из Москвы им дали уйти. Машина была в розыске, спокойно проехали вон, аж тут до Брянска и чуть уже Украина там могли заехать. Говорю, вот много вопросов, в общем, к этому теракту. Путин сразу заявил, что, мол, они двигались в сторону Украины в связи с терактом в Крокус-Сити. Вот, Владимир Путин заявляет, что, типа, эти боевики, причастные к теракту, все организовали спецслужбы Украины. Президент России Владимир Путин в связи с терактом в Крокус-Сити-Холе обратился к населению страны и сообщил, что в Брянской области были задержаны непосредственно исполнительные теракты. Они двигались в сторону Украины, где их ждали. Все те, кто непосредственно стрелял, убивал, пытались скрыться и двигались в сторону Украины. По предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы, сказал Путин. ФСБ и другие правоохранительные органы работают над раскрытием этой базы террористов. Всего было задержано 11 человек. Я говорю, как минимум там было 15 человек. Там не было 5 человек, это слишком мало для такого теракта. Уже очевидно, что мы столкнулись не просто тщательно и цинично с планированным терактом, а с подготовленным организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, сообщил Путин. Ну и вот дальше информация. Оказывается, что двое участников нападения на Кроку Сити Холл были убиты. Один был убит в зрительном зале. Так, источник сообщает, что как минимум двое нападавших были убиты. Один в самом зрительном зале, другой в Брянской области, где силовики остановили Рено белого цвета. Да, не расстреляет автомобиль, вот оказывается одного еще и убили. Паспорт убитого в Брянской области есть распоряжение этой службы. Это 30-летний гражданин Таджикистана. Нам известно имя этого человека, но мы пока не публикуем до тех пор, пока не будет уверенности, что семья знает о его гибели. И вот этот паспорт, типа, был выдан в Душанбе что-то. И потом здесь пишут, что есть копия документа Шамсиддина Фаридуни, видеозапись допроса, которого сегодня распространили российские силовики. И который был задержан во время операции в Брянской области. Так, сейчас я вам покажу как раз вот видеоролик, где задержали, как пишут одного из террористов, послушайте, что он заявил. Вот идет допрос его, послушайте. Что? Застрелил? Да. Кого? Кочином оказания. Неудачно. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. За сколько денег? Где-то полмиллиона. Полмиллион чего? Полмиллион рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели влезать, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмм написали без имя, без меня, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал, там уроки. Ну как так? Тебе, взяли и предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей? Нет, я в телеграмме урок учился. Кто задержал? Урок. Что телеграмм? Урок, урок. Урок слушал. Он проповедник слушал. Проповедника слушал? Да. И он на тебе написал? Я помощник мне написал. Как помощника зовут? Не знаю, без имя, без фамилии, без ничего он мне написал. Только... Когда он тебе написал? Он где-то месяц назад. Что написал конкретно? Он написал, короче, где-то он мне обещал. Что он всего начал? Что он тебе говорил? Что надо сделать? Всего начался разговором? Просто подавался с начала. Потом мне предлагал, я согласился. Что предлагал? Деньги предлагал. Деньги предлагал за что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела сделать. Какие дела? Как это ты сказал? Такие убийства. Что? Кого убить? Воды на место, место все они скинули. Они сказали конкретно, кого убивать? Людей. Каких? Без разницы, короче, там я так сказал. В общем, за деньги заставили убивать этих всех, как сказать, кто людей, кто пришел на концерт. И вот пишут, что ситуация такая, что одному из них отрезали ухо. Так, здесь информация. Так, здесь информация. В общем, вот, на видео он заявляет, что не говорит по-русски. Оперативники несколько раз спрашивают его имя. Он неразборчиво говорит, что ему 30 лет. Он заявил, что оружие боевики выбросили где-то на дороге до задержания. И вот его там пытали, и одному из них вот там этому отрезали ухо. А этого, как вы сами видели, как говорят террористы, его допрашивали, служба безопасности. Он все рассказал, как все было. Голова у него перевязана, он весь в крови. А один из оперативников сказал, что у него одно ухо осталось. Так что, говорю, там очень жестко с ними обращались. И в Германии назвали организатора теракта в Крокусе. Вот уже немцы подключились. Ответственность за теракт в подмосковном концертном комплексе Крокус-Сити-Холл несет исламское государство в Харасане. Это группа, группировка ИГИЛ. Читает министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. По его мнению, опасность исламского терроризма остается острой. Так, исходя из всего, известно данный момент, можно предположить, что исламское государство в Харасане несет ответственность за убийственный теракт в Москве. И вот тут как раз фотографии я хочу вам показать. ИГИЛ опубликовал фотографию боевиков, напавших на Крокус-Сити-Холл. Озвученные мотивы атаки. Так, аккаунты, занимающие исследованием джихадистских группировок, опубликовали фотографии четверых стрелков Крокус-Сити-Холла. И вот здесь, смотрите, они на фотографии. В этом сообщении говорится, что четверо мужчин были вооружены пулеметами, пистолетом, ножами, зажигательными бомбами. Они вели тщательное наблюдение за местом теракта до того, как совершить нападение. Утверждается, что боевики ворвали зал, и трое из них начали стрелять в толпе. А четвертый осуществлял поджог, используя ранее подготовленные для этой цели зажигательные бомбы. И вот, в общем, вот они на фотографии. Раз, два, три, четыре одеты. Желтую, зеленую, и вот серые. Вот они все есть тут на фотографии. Все показаны, вот они. Сейчас их поймали, видите, ведут допрос. В сообщении говорится, что боевики ИГИЛ собирались напасть на большую толпу христиан. Члены группировки подчеркнули, что теракт был организован за войны. Они объявлены ИГИЛ странами, борющиеся с исламом. Инсайдер сообщает, что цвет, в общем, все совпадает. Вся эта одежда, видите, желтый, зеленый, серый. Вот они все есть. На фотографии все уже, как сказать, доказано, что они принадлежат этой группировке, которая атаковала беззащитных людей в Крокуис-Сити-Холле. И вот сейчас еще последняя информация такая, что уже и в Шереметьево заявили, что есть взрывное устройство, оно заложено в самолете. Телеграм-канал сообщает, в аэропорту Шереметьево проверяется информация о взрывном устройстве в самолете. Зайдя на борт самолета, влетающая в Ереван на из пассажиров, заявила, что в ее рюкзаке бомба. Представляете, что в самолете, который летит в Ереван, уже бомбу подложили. Рейс задержан. Сейчас на месте работают экстренные службы. Уже что происходит? Видите, уже бомбы в самолет закладывают. Ну вот еще здесь хорошая информация. Все тут в плохом уже про этих террористов. А вот информация, которая сейчас обсуждается в российских СМИ. Мама была в шоке и плакала. «Как 15-летний гардеробщик спас 100 человек во время бойни в Крокусе». Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. «Время теракта в Крокус-Сити-Холле около сотен людей спас 15-летний азербайджанец. Он молодой парень, гардеробщик. Ислам Халилов. Он работал в концертном зале около года. Его рабочий день 22 марта начался, как обычно, в 4 часа. И вот он рассказал, как помог спасти десятки человек от рук террористов. Сначала мы услышали какие-то непонятные звуки на первом этаже. Подумали, какая-то шумная компания пришла, вспоминая первые минуты нападения Ислам. Потом он увидел, как со стороны лестницы эскалатора начали убегать люди. Он понял, что это что-то плохое, не к добру это. Я понимал, что если сейчас не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть. Я думал, что могли погибнуть все эти люди, и он их спас. Сейчас я вам покажу ролик, сами увидите, как он спасал людей. Молодец парень. Парень в Азербайджане спас очень много людей. Ислам, конечно, не считал, сколько спас людей. Ну, наверное, около ста человек. Всего их парень сопроводил до входа в экспо. Сам Ислам шел последним, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Он еще молодец, помог людям правильно указать путь. И сам последним еще, как сказать, контролировал, чтобы люди могли спастись. Нам показывали, рассказывали, куда направлять людей, если что-то случится. Я знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить, объясняет Ислам. Сейчас герой уже дома. Там его ждала мама и восьмилетний брат, трехлетняя сестра. Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне все еще пришлось пережить. Да, он очень рисковал, я скажу. Сам мог пострадать от террористов. И вот все это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоке от этого состояния. На моих глазах мужчины пристрелили. И я не могу перестать думать об этом. Ну и вот еще такая информация. Муфти приставил к награде спасшего 100 посетителей Крокуса мальчика. Вот как раз эта информация. Духовный лидер российских мусульман, муфти, шейх Равиль Гайнуддин, наградил 15-летнего Ислама Халилова, который вывел более 100 человек из Крокус-сити-холла в время теракта. И мальчика приставили к высокой награде за смелость и спасение людей. Ему вручат медаль «Мусульман России за заслуги». Муфти передал отцу и сыну Халиловым приглашение на церемонию. Награду вручат во время пятничной молитвы в соборе и мечети в Москве. 15-летний Ислам Халилов спас, там пишут 100 людей, и молодой человек вывел посетителей из тупика и провел по служебному входу. Ну вот такие новости на сегодня. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»